Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о наушниках AirPods. На самом деле, немножко о других наушниках, хотя основными здесь являются AirPods, потому что после выхода этих легендарных наушников другие производители подтянулись, подхватили волну и решили сделать аналогичное в своем дизайне, в своем корпусе, со своей изюминкой, лишь бы завоевать или отобрать основную часть потребителей у компании Apple. Один из таких производителей, компания североамериканская компания Rata, представила модель Verse. Давайте посмотрим, что это за наушники, распакуем, послушаем, немножко поговорим о них. 22 решение, черное-белое, у AirPods только одно белое. Мы распакуем черное, потому что AirPods в черных на данный момент не бывает, но они бывают, мы их красим в черный цвет. Делаем черные матовые, розовые, красные, но это все-таки не родной продукт, а кастомный. Упакован очень круто, но сразу видно североамериканский вкус. При этом сами наушники изготавливаются в Гонконге. Фирменный буклетик Rata, написано годовая гарантия. Вот она, варианты карт. Небольшой юзер-гид, быстрое подключение, быстрая установка, что в комплекте и, собственно, управление. Здесь на наушнике есть кнопочка, написано одно нажатие, ответ на вызов, два нажатия регулировка громкости и так далее. Есть также на русском языке инструкция. Кроме того, устроен индикатор заряда, написано красный, осталось 25 заряда аккумулятора, синий осталось более 30. Для автоматического включения верс потрусите, не потрусите, а потрусите наушники стороны в сторону и выйдите их из зарядного устройства. Если наушники не потрусить, они будут выключены, пока вы их не включите, нажав кнопку включения. Вот так они перевели. Давай посмотрим наушники. Тут они содрали чистую компанию Apple упаковку, только компания Apple будет так обертываться продуктом. Запах, к сожалению, не содрали. Ну и сама упаковка немножко криво выглядит. Такой вот матовый кейс. В правой руке у меня Airpods, в левой у нас наушники рад. Как видно, сам кейс выглядит тоньше и меньше. Кроме того, вот этот кейс у нас держит до 24 часов зарядки в режиме прослушивания музыки, а это все лишь обеспечивает 15 часов. Кроме того, наушники держат 3 часа против 5 часов в режиме активного прослушивания у Airpods, размер никак не повлиял на автономность продукта. Собственно, то выглядит внутри неплохо. Крепление у нас как у Airpods магнитное, достаточно просто поднести, оно автоматически затянется. Теряться тоже будет легко, потому что не совсем удобно их вставлять, вот эта крышка мешает. У Airpods такой проблемы нет. Она у нас до конца откидывается. Компания Apple на столько все продумает. Видите, здесь вот этот клапачок немножко мешает. Но зато вот эти наушники у вас не будут теряться, когда вы бегаете. Они не будут у вас упадать, когда вы случайно вот так вот дотронулись, и Airpods может упасть либо в шахту-лифт, либо свалиться на рельсы в метро, либо еще куда-то. То есть очень часто у нас дополнительные наушники Airpods заказывают. Заряжается у нас с самого кейса microUSB по старейшему разъему, хотя могли бы такой производитель уже давно бы USB-сиба ватнул. В комплекте идет китайский вот такой вот кабель, есть microUSB на USB разъем и дополнительные вкладки размеры S, M и L. Давай подключим, послушаем. В принципе, все выглядит цивильно и достаточно конкурентоспособно. Чтобы выключить, в отличие от компании Apple, здесь надо прибегнуть обязательно к инструкции. Если у нас Apple достаточно поднести к iPhone, у нас все заработает, то здесь надо будет держать, держать кнопку. Напомню, что у Airpods'ов нет кнопок, кроме одной диски на кейсе. Соединение в пару называется. Удержите кнопку на левом наушнике. Дай посмотрим, где у нас вот он L, промаркированный, в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не замигает красным и синим, и вы не услышите power on. Вот индикатор мигает двумя цветами, синим и красным одновременно. Самое главное, когда вы держите на духом, необходимо, помимо слов power on, дождаться еще, держите, чтобы он сказал pairing. После чего у вас появляется verse. Вот он подключился. Мы одеваем левое в левое ухо, правое в правое. Вот так это все выглядит. Я ощущаю себя как в вакууме, не могу понять, не контролируя свой голос. Я могу говорить громко, тихо, и для меня это будет одинаково. Это не совсем комфортно и удобно. Кроме того, когда вы будете ехать в метро, вы будете обязательно прослушивать станции, либо разговаривать с собеседниками на повышенных тонах. Но есть и свои плюсы. То, что вы не будете слышать, что происходит по кругу, не будет этого постоянного гула в метро, посторонних разговоров. И, кроме того, посторонние люди не будут слышать то, что вы слушаете. Вот этим недостатком страдают, к сожалению, AirPods. Потому что, когда вы едете по улице, многие обращают на внимание, если потому что слышат, что вы слушаете. Итак, музыка. Все понятно. Играют чуть хуже AirPods. Вот я с AirPods гоняю ровно месяц. С этими вообще не гоняю, потому что я только достал из коробки и оценил качество звука. Я понял, что да, они играют немножко хуже AirPods. Несмотря на то, что они вакуумные, несмотря на то, что они полностью заглушают шум, который идет из дни, они играют хуже. Не знаю почему, но играют хуже. Я бы не стал их рекомендовать как замену или альтернативу более продвинутому продукту, который у нас идет AirPods. Качество звукоотменное, но у этого продукта есть существенный остаток, что он выпадает из ушей. У этого такого нет. То есть это намного лучше подходит для бега и активного образа жизни, чем AirPods. Но AirPods у нас получается качественнее, красивее, стильнее, удобнее, держит больше, лучше звучат. Такой вот обзор. Для тех, кто хочет бегать, прыгать и скакать, покупают, пусть покупают затычки полноценные, вакуумные. Для тех, кто просто хочет наслаждаться звуком, стилем и дизайном, но еще комфортным. Потому что здесь надо ничего настраивать, здесь все отлично управляется. Нет вот этих вот лишних кнопочек, лишних индикаторов. Видите, на каждом ухе есть кнопка. И каждое ухо надо постоянно, ну не постоянно, один раз обязательно полностью сопрягать с телефоном. Я убираю AirPods. То, что вы убираете, пишите ниже в комментариях. На наушники RAD у нас есть скидка. Смотрите ниже, мы все под наши ролики подстраиваем крутые скидки. Пишите, что вы думаете. Ставьте лайки, дизлайки. Мы вас любим. Пока.